Здравствуйте, товарищи! Сегодня встречаемся с Тимофеем Евгением Петровичем. И вот по какому случаю. На руках у меня есть свидетельство о регистрации Устава общественного объединения, которое называется Объединение рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи Ленинграда. Свидетельство это датировано 1991 годом, зарегистрировано в Министерстве юстиции РСФСР. И поэтому, Евгений Петрович, прошу вас, если это можно, рассказать, как это происходило, когда вы регистрировались и почему решили вот такое объединение зарегистрировать вот в эти вот тяжелые контрреволюционные времена в 91-м? Но здесь сначала надо положить не это самое главное, объединение рабочих. Это следствие того, что мы сначала организовали профсоюз Докеров. Это то, что началось с того, что 90-е, 90-е годы, даже не 90-е годы, где-то 85-й год. Оттуда у нас все началось. Началось как? Ну, я тогда, ну, я уже был член партии, вот, очень много раз поднимали вопросы на партийном собрании, ну, в основном, это касалось охраны труда. Ну, хотя партия была тогда ближе к народу, чем сейчас. К заводам. Да, да, все как-то решались, но этого нам не хватало, потому что, а ближе к народу это профсоюз, ближе к партии. А профсоюз у нас был тогда, как бы, один-единственный профсоюз, ВЦСПС. Он всех объединял. Вот, пример к тому, что у нас было 25 человек, членов правкома Ленинградского морского торгового порта. И там у нас было 7 человек докеров. Ну, представьте, 25 человек и 7 человек докеры, чтобы мы не выносили. Блокировали. Ну, естественно, там все остальные, все служащие. Ну, тогда вот, ну, что же делать? И тогда, вот, в 90-е годы, вот это все пошло, ну, и мы тоже стали думать. Вернее, не мы стали думать. Мы-то уже... А, потом Константин Васильевич Федотов. Он тогда учился в этой академии, там познакомился с Михаилом Васильевичем Поповым. Вот, и тоже все эти мысли наши, Константин Васильевич Дува и Владимир Михаиловичем, и там все это, как бы, обдумывали, потом уже меня пригласили, вот, мы троеем все это решали, как, ну, тогда еще мы создали общественное объединение за коммунизм и ленинизм. Вот, вот это общественное объединение. Ну, параллельно мы шли оформлением профсоюзной организации. Вот, ну, мы тогда сразу не вышли из этого профсоюза в ЦСПС, организовали внутри этого профсоюза как бы свой комитет. Докеров. Рабочую секцию. Да, рабочую секцию. Ну, естественно, потом опять же пошло, чтобы создавать свой. Когда набрали силы уже, вот, мы его складно качали, тогда уже почувствовали, что мы, эти организации, только тогда мы пошли на том, что создавать профсоюз. Ну, это нам удалось сделать. Ну, естественно, здесь же мы только одна организация, порт, докеры. Ну, а параллельно шли вот эта общественная организация за ленинизм коммунистической ориентиры. То есть надо здесь, в городе, выйти за рамки, ну, мы, как всегда говорим, за рамки главного порта, за рамки порта выйти. То есть город. Да, создавать именно рабочие организации. Ну, тогда, естественно, вот, когда все это обсуждали, там, Казенов потом был, Александр Сергеевич, обдумали, и вот именно создать общественную организацию рабочих. Ну, тогда, когда мы вот это за ленинизм были, там тоже ребята были из рабочих, ну, и потом как-то организовать, организовать именно рабочие организации уже. То есть никаких не служащих, ничего. Вот. А служащие там помогают. Ну, и, в первую очередь, в том, что или же создать, организовать, провести съезд рабочих. Ну, провести инициативную организацию, подавали, инициативные там у нас ребята были. Вот это там пишут, заместитель Сергея Петровича Петрова, пролетарский завод, пролетарский завод, потом Выборжец, вот, Кировский завод, такие ребята были. Ну, провести, так, предварительно обсудили это все, как это все это делают. А проблем это его не надо искать. Они есть, вот, перед нашими глазами. То есть вы хотели сделать такое объединение, которое отстаивало бы интересы рабочих во всем Ленинграде на предприятиях, навести как бы порядок, чтобы рабочие не были просто рабочими. Ну, чтобы они имели какой-то свой орган власти, который мог бы могли бы повлиять, продвигать их интересы на предприятиях. На предприятиях, да, кто-то бы защищал бы их интересы. Так вот, и вы совместно с нашими научными деятелями, с Александром Сергеевичем, Михаилом Васильевичем, Казеном Александром Сергеевичем, и вот вы тогда еще Снежко был. Снежко, к сожалению, не знаю, и вы в начале вот этого создавания целей рабочих с товарищем Федотовым решили, организовали вот это объединение, правильно? Как сложно прошла регистрация, потому что год-то такой стоит 91-й, сейчас многие о том, чтобы иметь какую-то зарегистрированную организацию, какое-то объединение, не то чтобы мечтают об этом, но видят в этом некоторую цель. А тут у нас получается, что уже есть объединение, и оно действующее, и сейчас оно юридическое лицо. Да, не надо ничего делать, регистрируйте, реагируйте, и все. Вот как это сложно прошло, вот этот момент, как буржуазия к этому отнеслась? Вот это смутные времена, даже вот когда время перестройки, вот один только пример. Да, мы в то время я уже не скрываю то, что коммунист, представитель Совета Рабочих, там, профсоюз это организовывали, это все шел на выборы, Ленинградский городской совет. И прошел городской совет. Вот, и когда вот это все прошло, тогда Собчак стал мером, и тогда когда уже организовали Совет Рабочих, нам удалось получить помещение в Смольном, как все это Рабочих. Когда Собчак пришел в меру, поселился в Смольном, он нас не выгнал. Он там чуть повыше сидел в вас, да? я имею в виду, он повыше сидел в там здании, а вы пониже немножечко. на втором этаже был, я не помню его кабинет там, я туда не ходил, просто мы с ним встречались в исполкоме, когда все седали, шло, это все, он тоже стал депутатом и то, несмотря на то, что когда у нас редакция народной правды, у нас тогда мы базируемся в Дома политпросвещения, тогда пошли подвижки, чтобы выселить народную правду оттуда. Вот тоже как делать, опять же наши ума Михаил Васильевич, Козелок, Васильевич, все, что же делать, какие шаги предпринять, чтобы они на нас посмотрели, ну, естественно, приняли правильное решение. И мы решили просто не на конфликт идти с ним, там, сцентяжбы, там, какие-то все, а просто чисто по-рабочему. Взять, заблокировать Смольное. Закрыть все входы, выходы. Посчитали сколько выходов, ходов туда, всех рабочих, ну, все, Ленинграды, которые были в этой организации, поставили два, три человек, все, и все, никого не пускали. Но потом уже видим, что женщины там приходят, такие, женщин пускать. Все, и Собчак приехал туда, когда 24-я, Волга была, белая такая, там, как бы, я вот, рабочих, а мы рабочих стали, плечо к плечу ощущаем. Да, все, нет, решаем вопрос. Мыкался, мыкался, Павел Петрович, что ли, комендант был Смольного, сказал, вот, комендант, идите решайте вопрос. Этот, и второй случай был, когда мы его не выпускали из квартиры, когда он жил на Халтурино. Вот, тоже не выпускали. Вот тоже там, понимаешь, конфликты искали, ну, как бы, причину, чтобы нас повязать, и все. Даже вот после этого всего он не выгнал нас. То есть, он понимал. Он, хотя, то есть, грамотный, дипломат, то есть, рабочих нельзя трогать. И тем более, в те времена, там же, рабочие-то, не то, что сейчас мы, разобщенные, и все. Ну, тогда еще сила была. Да, а раньше же они, и все, и даже, в этом, когда, ну, в исполкоме, когда у нас совет, раньше долго все знали это все, ну, словоблудим, все с ним занимались. И то, когда надо было нам, потому что, надо что-то делать, к сообщеку идти, он никогда. Спокойно воспринимал. Спокойно, все, все, все проблемы. То есть, я думаю, что, и здесь тоже, зная все это, значит, ну, общество, организация, для чего это делать? Ну, тогда, в основном, то были еще люди, в тех времен, руководители, мыши-то по-другому совсем, не так, как сейчас. Тогда еще частной собственности не было. Это самое главное. Ну, еще не оформлено было. Да, 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 да. Я думаю, что вот поэтому и так у нас все прошло. Прошло не особо затруднительно, да? Да, да. А вот такой вопрос объединения рабочих, предприятий, промышленности, транспорта и связи, а вот какие предприятия входили, и представители, каких предприятий рабочие были делегированы вот на съезд, чтобы утвердить совет. Потому что здесь вот я так вижу, что председатель совета вы, председатель съезда, вот как бы такого, которого в 1993 году проходил. Вот хотелось бы, если можно, понять, кто вот из товарищей у нас порт, пролетарский завод, Сергей Петрович, так, так, как у нас председатель это был, Выборжец, Красный Выборжец, о, Красный Выборжец, Кировский завод, так, метро Гвебил, метро, ой, там много предприятий это было, сейчас уже я не помню, железнодорожники, железнодорожники были, да? Да, железнодорожники, и еще, по-моему, вот на этом съезде было, нет, представитель был железнодороги с, 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 обстроен. А, сколько примерно человек было, ну, здесь я вижу, на съезде было 68 делегатов, вот, в 93-м году, а вообще, сколько объединения насчитывало, человек, ну, скажем, сейчас не помню, хорошие времена, ну, до 100. Да, да, где-то так, да. А, сколько вот оно действовало активно, вот, ну, вот мы видим, 93-й год, да, протокол, вот, изменения, ну, это, да, сейчас, это, это, в 91-м зарегистрировано, оно сейчас действующее, как вот долго вы руководили этим объединением? Ну, у нас был совет, который мы собирались, вот, но потом же, когда мы, мы провели этот съезд, по-моему, на финляндском вокзале, но там, у них Красный Волок, вот, на рабочих, вот Красный Волок у нас съезд проводился, вот, там собирались, а потом, нам, а, собирались в Дом политпроисвещения, совет, а потом уже дали нам Смольнам, и Смольнам уже с вами проводили, да, ну, так информация, все, помогали, что, решать вопросы именно через профсоюзы, ну, когда Совета Рабочих-то, такой силы-то не имели, но они уже, как бы, здесь организовывались, ну, обсуждали все эти проблемы рабочих конкретного завода, внестили, что надо, чего-то делать, и они уже на предприятии, члены Советы, которые были вот на съезде, то есть, участие, которые знакомы с этой организацией, уже работали в коллективе, там, у себя, на предприятии, газеты, вот, за рабочее дело, уже стали выпускать, потом, и... там есть у меня в папке документов протокол об учреждении этой газеты, рабочее дело, что она тогда была учреждена, что это газета вот этого Совета, именно Совета Рабочих. Да, я же забыл, мы же это самое, почему там регистрились, вот первое, ну, такое неофициальное заседание это было, вот, именно здесь, в музее Киепкирова. А сколько вот этот Совет Рабочих все-таки проработал, ну, вот, по памяти, до какого времени вот он действовал, вот, действовал, пока вот не пришли, может быть, какие-то другие времена? Ну, где-то у нас пошел спад после пучи, после 93-го? 93-го, да. Еще более однозначно настроены в Совете Рабочих. Как известно, уже существует постановление Российского Исполнительного Комитета Советов Рабочих, многочисленной и мощной организации, с которой не считаться нельзя. Она вынуждена была принять решение о создании отрядов Рабочей Гвардии для защиты конституционных органов власти. Уже выбран командир отрядов Рабочей Гвардии. На этом заседании было принято следующее постановление создания отрядов Рабочей Гвардии для защиты конституционных органов власти. Данное постановление определяет, что в условиях насильственной ликвидации Совета народных депутатов циничного циничного поправления основного закона Российской Федерации в уничтожении конституционных прав свобод граждан в связи с введением бывшего президента Российской Федерации в русской диктатуре в телах защиты Совета всех форм постановил создать отряды Рабочей Гвардии при городских Советах Рабочих отрядам Рабочей Гвардии взять под защиту Совета всех форм и уровней городским Советам Рабочих часть отрядов немедленно отправить в Москву для защиты Советов и конституционных органов власти. После этого не то, что сразу, а так уже все организации стали разваливаться. И все равно потом же опять же на базе именно Совета Рабочих и в порту стали выпускать газету Докер. Ну да, да. Пока там опять в руководство не пошло это все то есть как бы почему это все? Потому что вот наши беда что мы очень доверяем руководству когда они там на уши напевают это все и потом ага они вот позиции все сдаешь а в итоге уже ничего не получат ну да если не бороться то все отнимут а вот такой вопрос мы когда разговаривали с вами по телефону я вам сказал о том что есть вот эти документы вы сказали что организация канула в лету и вот но все-таки хотелось бы возродить деятельность нет я тоже все это думал думаю это же если де юра это организация действует до сих пор да просто метод людей вот в связи с этим у меня вопрос а что вот нам сделать как членам партии и как обратиться к рабочим чтобы нам возможно надо созвать какой-то съезд выбрать председателя совета и продолжать вести эту деятельность уже как в новое время вот как вы считаете что надо сейчас сделать так же делегировать съезд провести съезд очередной избавить делегатов на съезд рабочих и все или веру или через профсоюз профсоюз делегировать какого-то рабочего мы можем предположим обратиться в профсоюзы с просьбой делегировать своих рабочих в это объединение на этот съезд можно можно и профсоюз а если эти профсоюзы вот они ну не рабочие не рабочие тоже могут если они заинтересованы нам-то какая разница главное что профсоюз стоял на позиции да ну а если получается так что рабочих чтобы именно решать профсоюз ну что что предприятие работает так из профсоюза кому надо от чего зависит предприятие от выпускаемой продукции кто выпускает рабочий выпускает у кого больше проблем у рабочих в случае какие проблемы что ему а вторую другую нужную табуретки кресла надо и все а здесь и охрана труда и охрана труда это очень сложный вопрос ну да это у нас те времена советские времена много проблем было а сейчас вообще все попилили там соут этот сделали вот там ты делаешь и плюс взять просто гзот смотрим раздел раздел охрана заплата там социальные вопросы это все выполняется или не выполняется и делать свои выводы для своего предприятия даже то что вот у нас сегодня мы добивались работу выходной день двойная плата это есть сейчас в трудовом кодексе в трудовом кодексе есть а в порту нет а как у вас так устроен колдоговор ну вот вот какие бывают ситуации то есть сейчас нету нету одинарная плата а вот недавно Константин Васильевич участвовал я думаю вы тоже участвовали новый колдоговор у вас на три года в первом контейнерном терминале нет здесь я имею ввиду то есть это у Константин Васильевич там работает первый контейнерный терминал там у них все в порядке а внутри а вообще порт организации сейчас на базе первого второго района они все отделились один большой порт попилили опять на много юридических раньше было 4 района сделали 4 зал и потом тут стали все это манипулировать и каждый свой коллектив договор раньше была такая крышечка есть у нас здесь а сейчас вот организация вот такая тетрадь все и там все это выпадает а сейчас скажите есть у вас связь с первым контейнером терминалом или с другими районами порта конечно есть там газеты наши товарищи читают или туда не попадают у нас в спортовом комитете все это есть я думаю что сейчас берут не так как раньше сейчас в основном сейчас в профсоюзе докеров только старые докеры работают а сейчас которых новых нанимают уже они нанимают по договору по срочному договору да чуть что профсоюз значит все а почему не вступают люди в профсоюз сразу их поставили в условия поставили и эти работники сейчас правда когда вчера портовый комитет ездил туда я вот лично уже сторону порта не смотрю даже потому что тошно туда смотреть там в основном уже которые принимают вот из докеров спрашивают уже их меньше бригада уже бригада не таковая как бригада кучка людей работают вместе то есть таких серьезных старых рабочих разбавляют новичками да уже старые как бы сказать уже из старых осталось наши когда молодые еще не успели окрепнуть сюда и потом все это бодяга пошла теперь они старые это по стаду стали а по качеству еще тогда они доросли не успели дорасти они так и остались на этом и все каждый сам за себя работает и сейчас очень много травматизма очень много поломки техники и кто работает на этой технике опять же эти вот контрактники все равно держат все равно специалистов нету то есть несут убытки как бы мы так думаем но они вряд ли убытки несут я думаю что наверное просто себе меньше отстегивать а все равно не идут на то чтобы были докерами то есть ихняя голубая мечта разделить чтобы не докер работал а работал крановщик водитель грузчик а то есть у вас такая докер это профессия которая соединяет в себе вот много вот этих пункций много специалистов я то просто вот этого даже как-то и не знал потому что потому что это ну как ты будешь народ набрать и выгружать судно тут же нужны те которые внизу кидают как бы грузчики водитель погрузчика крановщик специалист который сигнальчик стоит струбщик сигнальчик стоит на трюме который стоит смотрит сигнал крановщику вот на берегу это все и вот это раньше была одна единственная бригада одна бригада была сейчас бригада вроде бы есть а люди все размещены нету коллективизма нету и здесь работает уже я говорю даже водителями уже эти срочники ну естественно один другого подменить уже не может никак уже нет подменяет но все равно компетенция уже не те уже кальчеризма нет на бригаде в общем каждый сам за себя работает даже я говорю а кто чего вот это для меня было ужасно работают люди вот шкаф чем твои он переодевается даже не знают кто он такой не знают Иванов Петров Сидоров и все семейное положение нарисовали такую картину как бы ну несколько мрачноват хотелось бы а это есть на самом деле я понимаю все таки вот хотелось бы как-то позитивно провести беседу и понять вот как вот нам все таки объединение это рабочее может помочь нет вот я говорю здесь сколько проблем сколько проблем много да вот эти проблемы естественно надо решать а как решать вот именно только работать с людьми с рабочими именно вот вести беседы вот то 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 все вот а по-другому это никак сейчас тяжело сейчас тяжелее чем раньше а есть какие-то вот может быть связи на промышленных предприятиях Менинграда не только в порту где бы мы могли позвать кого-то в эти объединения может быть кто-то из более молодых товарищей мы это конечно клич дадим и расскажем об этом о том что вот так возрождаем деятельность такого объединения ну чем вам сейчас я уже давно с многими предприятиями уже не работаем я только вот уже давно зациклиться со своими докерами занимался последнее время помогал им оформлять проб заболевания те которые работают профессиональные которые работали в тяжелых физических условиях вот потом я как-то вот а сейчас все еще разобщены то есть опять поделили все вот и к тому же допуска нету у меня самого первого отняли пропуск да вот портан вот это ой это же после перестройки это все сразу сначала этот самый на машину отобрали пропуск но потом и совсем а потом и то один раз когда проводили замеры на рабочих местах вот это при подготовке к аттестации рабочих мест вот мне дали разовую пробу и и что а как раз это потом обед мы не закончили обед ну все пошли обедать ну пошел пообеду ну время-то еще рано до конца обеда я же на своем районе свои причалы свои ребята и все ну пойду к ребятам ну с ребятам поговорили и все вот так и так а потом я прихожу на причал продолжит замеры и мне инженер по технике безопасности вставляет ты чего это Евгений Петрович ходишь по бригадам ну как по бригадам ходишь о курилку да к ребятам поговорить и все твое дело вот причал я говорю ты чего ты мне указываешь на причале что пойду и буду стоять в холоде я зашел тепло с ребятами поговорил и все а вы что против что ли я против ну тогда говорю давай сделаем так нарисуешь нарисуешь мой следующий человек допустите нарисуешь мне маршрут я должен ходить с кем разговаривать мы с тобой рассмотрим это все и потом я пишу согласен не согласен а сейчас этого нету да пошел ты я здесь у себя на районе ты здесь пришли человек пришел а я докером родился здесь допрючали а потом уже выход из этого из главных бород я смотрю просто разом прикладываю крест красный стоит на мне то есть выпускать нельзя куда надо идти он начальник там замначальник службы безопасности не пришел так и так все не выпускают а почему ты ходишь туда-сюда кто тебя разрешил а ты кто такой сразу ну я вижу молодой старого я знаю молодой ты это кто такой я пришел к себе в порт считаю что пришел к себе домой к ребятам поговорить и вы хотите чтобы я пришел ни с кем не разговаривал ничего что ну так и хотят я говорю не хотите выпускать не выпускали все разберемся я говорю пошел к ребятам назад стойте стойте но выпустили обратно уже не впустили ну естественно потом кто пустит меня туда так что вот именно только с рабочими здесь разговаривать вот именно те проблемы которые есть вот их надо вот надо решать и тем более ну организации я думаю что ой везде найдутся но люди сейчас очень боятся это все те но те которые есть пока есть пока которые могут этот самый поговорить хотя бы три человека пять четыре делегируют достижения собрались бы здесь поговорили все и наметили планы люди вроде как боятся но вот они в 91-м не убоялись а сейчас ужасная демократия можно делать практически все что хочешь все в законах прописано организация зарегистрирована можно писать хоть в администрацию президента здесь все это пока да все написано все но они же как смотрят на закон как на волю господствующего класса понятно все хотят то и напишут но это же не значит что не надо собирать съезд выбирать совет можно хотя бы три-пять человек делегированных собрать и именно вот естественно составить план работы уже дальше и избрать достойно председателя я тоже не могу быть председателем я думаю из товарищей которые делегируют выберут кого-нибудь найдем вот именно рабочий партийного товарища и рабочего найдем а эти пенсионеры да они могут участвовать в работе съезда все но совещатель был хорошо пусть совещает решающий иметь только рабочий работающий да здесь есть это да 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 это такой ставим про прототип рабочей партии потому что здесь очень много из тех вещей которые написаны есть у нас в уставе ну естественно у нас это самое то есть и по партии длинней пожалуйста есть организация здесь по рабочим обвинениям вот пожалуйста есть совет рабочий да в работе совета могут принять участие с правом совещательного голоса представители рабочих коллективах и их органов те которые не делегированные в работе совета можно принимать я вот читал устав здесь на самом деле очень много чего интересного и тут четвертым же пунктом написано что это объединение является юридическим лицом что это объединение которое ставит своей целью организацию регулярного общения между рабочими разных предприятий отраслей для осознания своего места в роли системе производственных отношений выработки позиций по отношению к другим социально-профессиональным группам на уровне предприятия и организации для определения своего отношения проводимым и намечаемым преобразованием в сфере экономики и политики мы можем всегда выразить негодование в связи с какими-нибудь нормативными актами указами президента постановлениями правительства и любыми другими локальными актами которые выходят на уровне предприятий мы же тоже совет рабочих когда Горбачев создал фонд Горбачева там же учредителем кто все президенты Европы и плюс американский такие деньги огромные на что он живет Горбачев с которым тоже боролись в те же времена когда блокировали его все равно же если бы сейчас бы все это делать сейчас бы все повязали ну так тоже ходили естественно фастбастники причем оттолкнул как реагировать только попробуй руку поднять сразу повязали и все и тогда Горбачев не приехал так что вот такой вот один из последних вопросов организация фонд рабочей академии президентом который является Михаил Васильевич Попов вот она учреждена в том числе и объединением рабочих предприятий промышленности транспорта и связи Ленинграда также в учредителях этой организации совет рабочих Москвы или объединение рабочих Москвы совет рабочих Нижнего Новгорода а также Петровская академия наук и искусств вот такой вопрос в связи с этим а как пришла мысль и возможно вот как это родилась идея о создании такой организации как фонд рабочей академии и какое отношение к нему имеет вот это здесь именно самая тесная связь рабочих и служащих а там почему рабочая сила а служащих ум знание то есть именно знание передавать рабочим обучать рабочих он называется да еще фонд содействия обучения рабочих естественно мы тогда только пока еще вот фонд рабочий академии не было ничего мы уже тогда начинали изучать науку Локи Гекклина да у нас тут тоже есть вот тогда Константин Васильевич он тогда в этом ой листехнической академии там территория там у них барак полстарый вот туда там собирали все изучали и пошло потом все это надо же начнем только вот кучка людей занимается вот потом пошло пошло Михаил Васильевич у нас мыслит то как Михаил Васильевич да мыслит масштабно вот поэтому и возросла идея появилась идея то что вот именно возродить надо такую организацию создать академию уже шире теперь вон как работает академия в фонде рабочей академии действует кружок любителей геккельской диалектики я постоянно на этот кружок хожу он проводит свои занятия два раза в месяц в фонде рабочей академии действует университет рабочих корреспондентов на очаковской товарищей из РКРП в помещении проводится и работает красный университет который каждый год набирает ну там порядка нескольких сотен слушателей со всей страны и в Петербурге где-то порядка десяти пятнадцати человек каждый год выпускается я тоже закончил вот вот все расширяется расширяется подождите рвется это все бесследно понятно нам нужны да мерные поступки а не какие-то там истерические порывы вот и что собственно хотелось еще сказать в конце возможно огромное спасибо что оставили такое положительное впечатление в том плане что нашли эти документы и что вообще эта организация есть и что в тот момент когда вот эти контрреволюция наступала очень сильно это же девяносто первый год тут даже протокол номер один от 22 июня что вообще так сказать намекает воин практически вооруженную уже борьбу но вот тем не менее таким вот легальным способом вот перебив вот к этому почему это так что Слава Михаил Васильевич если ты взялся бороться борись открытую открытую грудью отойти вперед и не бояться если ты будешь спрятаться как говоришь если ты на горе все видно и никто к тебе не подступит чтобы тебя убрать а так внизу когда ты тихо там работаешь там смелись тебе прихлопали никто не заметил и никому ты не нужен да вот поэтому вот так рабочий класс не прихлопнешь да да тихо тихо тут нельзя работать просто знать надо свою правоту именно за что бороться у нас у нас же этот самый даже в советские времена сколько нам не доплачивали когда коснулись мы заработной платы не доплачивали даже один пример это же тем временем огромную сумму заплатили просто опять же чисто случайно когда мы выгружали этот самый суда которые возили с Америки шрот ну это перемолотая кукуруза там это все зерновые шрот вот и они пока везли с Америки вот этот груз они травили газом ну чтобы эти всякие букашки не развелись там пока идут а то там шаражат и все вот мы-то же это выгружали мы же не знали ничего вот а просто как-то моряки вот говорят а мы вот трюм вот этот конец вырываем краном до конца вот и этот самый потом погрузчик опушаем кашлы и он начинает ковырять и оттуда все рушится насколько было случаев этот самый засыпало водитель даже у меня а когда вот а там же канал в порту он жесткий и судно стоит судно пройдет мимо он все равно качнется и вот эта стена и у меня даже такой случай был когда я погрузчик да я правда когда на бед уходил сюда центр трюма ставил вдруг обрушится и все и с обеды прихожу вот крыша столько видно и все все засыпано то есть судно прошло качнуло и все это рухнуло то есть знаете какая-то опасность да ну и потом мне сказали что как моряки а с Прибалтики оттуда а у нас там послойно выгружают тракторами и там я узнал в Риге в Риге узнал что вот эти когда фумигированный груз шротов выгружают им доплачивают 3 копейки от тонна то есть сколько тонн выгружают на каждую тонну 3 копейки плюс идет заработное платье и начали разбирать комиссию прислали елки-палки и нам сколько копейку я говорю остальные это куда токер на погрузке подъезжает все это выгружает грузит это все и увозит козлод там все это сжигает вы до какого участия здесь принимаете пойду и все дальше будет скандал и потом все все 5 копейок дали нам а я то знаю приказ с какого года это был 86 87 летом а прошлого года приказ с 1 сентября то есть считай где-то 11 месяцев или 12 месяцев прошло нет 11 месяцев прошло а потом я еще иду и говорю а теперь смотрите дату с какого устакова получаете деньги так что поднимите все наряды вернули наряд вернули и все в те времена уже все обманывали интересная история и по зародной плате уже стали все это поднимать это все сразу зарплата поднялась то есть то есть все началось вот это все надо копать салей копать дальше дальше а сейчас тем более когда двойная бухгалтерия везде естественно сейчас надо конечно надо быть более осторожным то есть сначала надо как бы набрать сил то есть ребята уже не предприятие уже в городе надо встречаться все это обговаривать это все сторонник тогда если удастся конечно профсоюз на свою сторону если там не весь профсоюз не весь правком хотя бы часть людей которые сагитировали проблемы такие такие то есть вот закупают технику или что-то там закупают некачественные у нас есть очень много товарищей даже в ленинграде которые они в партию не входят и в профсоюзах своих работают ну постольку поскольку им как раз вот это объединение было бы очень полезно потому что им есть хотя бы куда обратиться а то так они бывают борются один против всех соответственно профсоюз тоже противодействуют свой создавать не хотят ну потому что долго и надо что-то делать а вот уже есть это объединение которое может при необходимости может какую-то инспекцию устроить там по охране труда и обратиться куда-то в тот же самый правком написать что-то коллектив от этого объединения может обратиться там за поверкой электроинструменты или за какими-то другими еще мероприятиями по специальной оценке условий труда которые проводятся работодателям в интересах работодателей а не в интересах работников не надо опираться на соут это специальная оценка условий труда это не наш закон там мы ничего не выиграем здесь просто нам надо что предприятие в каком районе находится в Невском условно Невский район Роспотребнадзор Невского района туда там же Роспотребнадзор контролирует все организации во-первых вредное производство а если вредное производство там есть в этой организации там ну цеха какие-то ну цеха тяжелое машиностроение предположено они должны контролировать провести замеры ежемесячные зарекватальные годовые они проводятся ну сейчас в основном конечно подписываются просто документы и все подписки идут то есть это здесь надо опять же идти это распотребнадзор и интересоваться ну вы знаете где-то ну хотя бы там же человек стоит у станка какой его режим работы что он восемь часов пришел с восьми до шестнадцати ну там обед час или полчаса там обед и он все стоит на ногах нет он должен наверное посидеть походить а его режим работы это есть у коты квазана ну вот не всегда это есть да нигде это не указывается ну бывают места где еще сильны какие-то традиции а если а если не указаны ничего то значит у тебя уже вредная работа уже ты на ногах у тебя уже ноги болят это уже есть профессиональные заболевания или же работа как у нас в этом сделали тяжелую физическую работу когда работаешь тяжелую физическую работу час поработать 15 минут отдыха было 15 минут отдыха это в порту так было да сейчас конечно это уже все сняли не сняли а как бы продали продали я вот как ты говорил продали и кто продал сами же они предложили визу там татаретную ставку поднять и все ну а что это и все все это ушло так что вот можно вот именно ничего искать не надо просто глубже копнуть под ногами на чем мы стоим где мы работаем чем дышим повнимательнее как работаем конечно мы же уже до того привыкли так автоматом ходим к работе а когда начинаешь вот смотреть елкой палкой мы же что делаем чем дышим даже даже здесь когда проводишь замеры надо присутствовать самим да сейчас обычно просто приносят бумаги их подписывают и вперед и то когда этот самый тоже у нас случай были в этом склады все закрыты он на погрузке работает все задумлен не открывает склады а когда замеры идут ребята идите контролируют все они до этого замера открываются оборотом чтобы проверить чтобы проветривать да чтобы теперь что-то никакого разговора нет ну да это известная проблема да вентиляция не работает работает а как вы знали что придет это все отремонтировали все сделали да я тоже часто сталкивался буквально недавно с этим что стоит только немножечко пригрозить там какими-то тем что ну грубо говоря в прокуратуру напишем все сразу делают вентиляцию ставят вытяжку все равно есть где там и палец кому прищемило там и травмы есть на производстве немало вентиляцию качественные инструменты были спецодежда была нормальная спецодежда была нормальная чтобы были нормальные все перчатки ботинки им же денег жалко жалко на это все нет нет такого преступления на которое не пойдет капитал ну вот раньше же вот этих перчаток с пупуришкой не было мы же кидали миски рукавицами брезенты рукавицами с пупуришкой перчатки вообще-то бумажные вот потом только они появились удобнее стало да а так и сейчас бы их не было нет быть-то были бы но покупали бы за границей это все докерский профсоюз но все равно уже секции этих докерской организатор и организации механизации работников механизации то есть они же ремонтируют наши погрузчики это все то есть это уже не с докерской работой не сравнить но все равно мы их отделили все равно их специальность все равно контролируем естественно чтобы в каких условиях они работают каких условиях они ремонтируют вот потом тоже там же такие ямы были ужасные ну ремонтную яму погрузчиками ремонтируют потом стали все это приводить в порядок все и свет появился там в ямах и все и вентиляция где они работают вот там же погрузчики и маленькие большие заезжают там вроде вентиляции тоже не было чтобы все и при этом чтобы и сквозняка не было чтобы и тепло было и проветривалось спецовки которые вот это как от массы рукавицы все-то работали гайки крутить рукавицы прорезиненные прорезиновые перчатки это все ну все что соответствовало нормальным условиям труда именно в том месте где трудишься здесь кальмана работают те которые на причале стоят считают грузы ну то что отправляют на судно грузят судно выгружают они тоже стояли у них тоже не было ничего даже будки никакой стояли на снегу а макурация не гни под дождем ну те грузы которые металлы идут под дождем можно работать продовольственные зерновые грузы нельзя работать а эти работают все потом будки специально сделали чайничек да чтобы она стоит застекленная и все уже не под дождем стоит журнальчик ручку чтобы было фонарик все видно все а так стояли просто на ветрах и обдували стены капают это хорошо все ворота рядом склад там стоит а склад еще погрузчик есть опасно то есть ничего не было то есть все специальности рабочие отделили и тут же свои представители церковных этих специальностей представители так что у нас было все разделено все рабочие не то что в одну кучу всех так же потом так же как в большом профсоюзе было бы докер в большинстве будут свои вопросы решать а эти слова не будут давать а у нас нет вот в вашей организации решайте вопросы вы сами какие проблемы вы же лучше знаете выносите и все мы потом уже вместе собираемся все это решаем это надо для этих это надо для этих для этих все так все решалось понятно очень интересно но я думаю будем заканчивать много мы наговорили вот я же хотел сказать Ульяновка это же наше имущество Объединение рабочих предприятий промышленности транспорта и связи Санкт-Петербурга Совет рабочих Буду помогать консультировать там что-то надо вопросом задавайте все спасибо больше так что все нормально все хорошо до свидания будем будем решать скажите нашим зрителям что-нибудь напоследок просто не надо унывать надо смотреть вперед есть проблемы надо решать одному не решить только коллектив